Скоро многое станет ясно, а пока матчи первого тура. Центральной игрой тура стала встреча между клубом Лиль, который принимал на своем поле прошлогоднего чемпиона Лион. Лиль команда достаточно средняя, достаточно сказать, что в прошлом году она заняла лишь 14 место, набрав в 38 встречах 42 очка. Лионцы же, как мы уже говорили, в последний момент приместились на первую строчку турнирной таблицы и завоевали золото по составам в воротах Лиона Купе, в защите Дефляндер, а впереди стоит отметить бразильца Жунио, а также форвардов Люиндулу и Мюллера. У Лиля состав послабее, можно выделить разве что Болгарина Манчева, выступающего под седьмым номером и цементирующего оборону, а больше известных имен, в общем-то, и нет. Да и даже Манчев имя не очень известное, просто болгарские футболисты, тем более такие малоизвестные, как Манчев, далеко не всегда выходят в стартовом составе клубов из большой пятерки. Интересно заметить, что в предыдущих сезонах образовалась некая традиция для Лиона, причем образовалась она уже достаточно давно, с 1981 года, то есть уже более 20 лет, эта команда не выигрывала стартовые матчи первенства Франции. Посмотрим, как будет на этот раз. Вот опасная атака хозяев, но мяч после штрафного удара прошел мимо ворот купе, и вратарю не пришлось даже бросаться за мячом. Он в последний момент заметил, что тот проходит мимо, но выяснилось, что по пути задел кого-то из защитников, и лильцы подают угловой. Шевру очень здорово навешивает штрафную, и смотрите, как великолепно играет Маккун. Темнокожий нападающий, выступающий под 17-м номером, опережает голкипера Купе, и переправляет мяч в сетку, после чего его уже практически за линией заносит как раз болгарин Манчев. Нам еще раз повторяют этот гол, но надо сказать, что здесь великолепно сыграли практически все футболисты Лиля, участвовавшие в этой атаке, а оборона Леона откровенно провалилась. Вот Шевру посмотрел, где находятся партнеры, зрячо вырезал мяч на Маккуна, и тот одним касанием переправил мяч мимо вратаря Купе. А после этого можно уже и футболку срывать в порыве радостей. Вот таким незавидным получилось начало для Леона. Уже на 12-й минуте они пропустили мяч, и вполне возможно, что в очередной раз команда проиграет. Конечно же, чемпионы сразу бросились отыгрываться. Но до поры у них это не получалось. Хотя вот неплохой удар наносит форвард Люиндула. Уголкипер все видел, сыграл грамотно и надежно, и не дал темнокожему форварду клуба чемпиона Франции поразить собственные ворота. Очень уверенно сыграл вратарь Вемби, и после первого тайма счет остался прежний 1-0. Как на 12-й минуте Лильцы его открыли, так до 45-й изменений в счете не произошло. Конечно же, Леон очень ослабил уход бразильца Сони Андерсона, который в прошлом году стал лучшим снайпером первенства Франции. Ну и никак не может оправиться от травмы другой острый нападающий, Сидней Гаву. Явно сказываются эти потери в атаке, но, возможно, в ближайшем будущем роль забивал и возьмет на себя 21-летний нападающий Лесли Маньятелло. В этот раз на поле он не появился, но это лишь только потому, что сам игрок прибыл во Францию только в день матча. Не лишне будет напомнить, что одно время этим форвардом интересовалась даже московская Динамо, но это, собственно, достаточно понятный факт, потому что человек, забивший 18 голов в 30 матчах и ставший лучшим бомбардиром, а заодно и чемпионом первенства Южноафриканской республики, не может не вызывать интересов. Нападающий предпочел Леон, а сейчас мы видим, как чемпионы Франции атакуют, но Эдмилсон в ворота не попадает, мяч после его удара лишь чиркнул по перекладине и покинул пределы поля. На первый взгляд ничего опасного в ударе не было, но он летел, мяч летел по хитрой траектории и вполне мог завернуть в сетку, но, к счастью, для хозяев этого не случилось. И смотрите, моментальный ответ демонстрирует Лиль. Счет вполне мог стать 2-0 после удара полузащитника Стерьевский. Совершенно один он остался в штрафной площади Леонцев и не замедлил от души просто приложиться к мячу. Ну, удача сейчас от него отвернулась. Мяч со звоном врезался в перекладину и отскочил в поле. Атака Лили продолжается. Ну, я думаю, на повторе мы еще раз внимательно разберем эту ситуацию, потому как она была достаточно интересной. И снова можно отметить ошибку обороны гостей. Как первый мяч забивался при полном ее пустительстве, было сразу два игрока перед одним вратарем, так и здесь. Защитники совершенно потеряли Стерьевский, и лишь невезение не позволило ему вторично поразить ворота купе. Такое развитие событий еще оставляет Леону шанс отыграться, но, откровенно говоря, особых возможностей для этого у них нет. Вот гости играют в основном при помощи высоких навесов, а несильные удары головой спокойно забирают в руки галкиперу имби. Честно говоря, это немножко напоминает ответный матч с ССК с Вардером, когда московские футболисты также бездумно бросали мяч вперед, и, соответственно, ничего не получалось, когда нужно было сделать всего лишь приложить пару-тройку усилий, чтобы обыграть защитника и точно пробить. Ну вот видим, что увлечение атакой ничего хорошему Леону не приносит. Лиль отлично контратакует, и лишь в последний момент пас на Тапио прерывает один из самых опытных футболистов, защитник Дефлянда. Несмотря на то, что он потерял позицию, второй номер Леона отборолся до конца, и в последний момент сумел прервать пас, хотя казалось, что уже ничего не сможет умешать Тапи нанести удар поворотом. Тем не менее, так и расточительность не сказалась.